Здравствуйте, друзья! На связи Константин. В этом видео я опишу очень интересный и полезный во многих случаях инструмент, который расположен в редакторе сэмплов. Называется он AudioWarp. Предназначен он для такого материала, который имеет плавающий ритм. Это больше касается барабанов. И позволяет изменить этот ритм на разных участках аудио, где это необходимо, и подогнать под темп проекта. Прежде чем воспользоваться этим инструментом, нужно включить музыкальный режим, для того чтобы темп аудиоматериала изменялся в соответствии с темпом проекта. Музыкальный режим можно активировать в нескольких местах. Это можно сделать и в панели инструментов, и в инспекторе редактора сэмплов. Ну и даже в пуле. Вот в этом столбце музыкальный режим ставится крестик. Прежде чем редактировать этим инструментом аудиоматериал, хорошо бы понимать темп, приблизительный хотя бы темп этого аудиоматериала, и оценить возможность его вообще интеграции в проект. Если темп проекта и темп аудиоматериала сильно разнятся, то изменение темпа приведет к не очень хорошим результатам. Поэтому если у вас темп проекта 120 ударов в минуту, то и аудиосэмпл вам следует искать с темпом не намного больше или не намного меньше. 110, 130, это будет нормально. Итак, мы заходим в редактор сэмплов, открываем вкладку Definition, и здесь есть автоматическая настройка, но также есть и ручная настройка, что нам и нужно. То есть прежде чем приступать к изменению темпа, к аудио варпингу, нужно активировать Manual Adjust, активировать музыкальный режим, здесь и здесь. Далее, выставить алгоритм. Здесь важно оценить, какой нужно выбрать алгоритм. Он выбирается исходя из того, какой у вас тип аудиоматериала. В данном случае у меня барабаны, поэтому я выставлю барабаны. Чуть позже я опишу все алгоритмы здесь, которые есть. Но пока остановимся на барабанах. Далее выбираем нужную сетку, опять же, исходя из того, насколько часто у вас происходит изменение звука в вашем аудио сэмпле. В данном случае 1,16 подойдет. Итак, как только вы включаете ручную настройку, Когда вы подносите мышку к сетке, вы увидите, что появляются разные флажки разного цвета. На это есть причина. И все типы флажков, их вообще 4 штуки, я опишу. Первый флажок, он один для аудио сэмпла. Он устанавливает начало сетки. То есть, самое начало, самый первый удар, в данном случае, если это барабаны, его можно поменять. В этом случае не меняется темп, просто мы меняем начальное положение аудио сэмпла. Так как здесь у нас начало сэмпла совпадает с первым ударом, поэтому мы его не меняем. Розовый флажок мы видим. Если поднесем мышку к началу каждого нового такта, он обозначен розовым цветом. По описанию его можно понять. То есть, при передвижении этого флажка у нас растягивается темп в предыдущем такте, а следующие такты просто передвигаются без изменения темпа. Если мы нажмем клавишу Ctrl, мы получим красный флажок, который называется Stretch Bars. И уже в данном случае происходит растягивание темпа не только предыдущего, но и последующих всех тактов. То есть, происходит изменение темпа всех тактов в сэмпле. Продемонстрируем. Если мы воздействуем на розовый флажок, то у нас предыдущий такт растягивается или сжимается, а последующие такты просто передвигаются. Если же мы воздействуем на красный флажок при нажатии клавиши Ctrl, то мы изменяем темп уже всех тактов в сэмпле. Ну и еще один флажок, он синий, на каждую линию сетки. Вы его можете менять уже независимо от других линий сетки. Синими флажками обычно работают уже на последнем этапе подгонки темпа. Итак, какой вообще рекомендуемый алгоритм работы, порядок действий с инструментом AudioWarp? У нас есть AudioSample, в данном случае барабаны, у которого не все удары совпадают с ударами темпа в проекте. То есть, в целом темп у сэмпла такой же, но не все удары совпадают под удары в проекте. Для таких случаев предназначен этот инструмент AudioWarp. Ну, давайте послушаем. Ну и в принципе видно, что не все удары совпадают с сеткой. Целью работать с этим инструментом, чтобы удары барабанов совпадали с сеткой. Следующий порядок действий. Сначала, конечно, устанавливаем начальный флажок, зеленый, на самое начало сэмпла, на самый первый удар барабанов. Он уже у нас установлен. Подходим к следующему такту. Нажимаем клавишу Ctrl. Напомню, это растягивание всех тактов в сэмпле. И передвигаем его так, чтобы сетка совпала с началом следующего такта. Ну, здесь вообще можно посмотреть на весь сэмпл в целом, оценить, каким образом растянуть сэмплы. Далее уже работаем с каждым тактом отдельно. То есть мы воздействуем на розовый флажок. Устанавливаем его на начало следующего такта. Ну, и так далее. И последний этап. И последний этап. Это уже работаем с синими флажками. То есть над каждым ударом в аудио сэмпле. Внутри каждого такта. Ну, и, наверное, нет смысла расстанавливать сетку так, чтобы она идеально совпадала с ударами каждого инструмента. Это уж, конечно, на свой вкус. Но когда все слишком четко, тоже не всегда бывает красиво. Ну, таким образом это делается. Устанавливаются флажки. Вы видите, что темп выровнялся. И аудио сэмпл уже можно использовать в проекте. Без какого-либо вреда. Ну, и если вы думаете, что на слух кажется, барабанный аудио сэмпл получился слишком прямой, то есть слишком четкий, слишком идеальный. Но это больше касается для не таких прямых ритмов, а для ломаных. Можно добавить ощущение сдвига к так называемой свинг. Это делаете в вкладке аудио варп. Выбираем здесь размер сетки и добавляем сколько нужно этого самого свинга. То есть каждый следующий удар, он немного сдвигается по времени. Ну, опять же, это больше отходит для ломаных ритм, чем для прямых. Ну и как я и обещал, возвращаемся к алгоритму. Здесь, как вы видите, их несколько. Алгоритм для барабанов мы уже использовали. То есть он подходит для барабанных инструментов. Алгоритм Plagg подходит для тех инструментов, у которых много трензиентов. То есть, в принципе, так же, как у барабанов, только это не барабаны. Это и гитарные звуки, и различные синтезированные звуки, у которых нет атаки. Алгоритм PADS, понятно, подходит для звуков с минимальным количеством трензиентов. Это PADS. Vocals для вокалов. Алгоритм Mix является универсальным. Он устанавливается по умолчанию и подойдет, наверное, больше для звуков, которые нельзя отнести к остальным типам, какие-нибудь специальные эффекты или что-нибудь подобное в этом роде. Негармонические звуки и небарабаны. Алгоритм Solo подходит для монофонических звуков, то есть у которых в данный момент звучит только одна нота, саксофон, скрипка, ну и в этом роде. И алгоритм Advanced, продвинутый. При этом алгоритме у нас звук делится на гранулы, и в этом появившемся окошке можно установить можно установить параметры этого алгоритма. Grain Size — это размер гранулы. Конечно, прежде чем устанавливать эти параметры, нужно, опять же, понимать, что за звук, с которым вы имеете дело. Если это звук, где много трензиентов, то размер гранул не следует устанавливать слишком большим. Его нужно держать относительно маленьким. Параметр Overlap у нас устанавливает в процентах величину наложения одной гранулы на другой. И опять же здесь, в зависимости от звука, если звук более похож на пады, то есть с небольшим количеством трензиентов, в этом случае можно Overlap устанавливать побольше, то есть без боязни нанесения какого-либо вреда. И опять же, больше трензиентов, меньше значение Overlap. И Variance также устанавливается в процентах. Здесь этот параметр влияет на длину гранул, точнее, на вариацию длин различных гранул. Не все гранулы одинаковые по длине, они отличаются степенью этих отличий. Мы задаем с помощью этого параметра не только длин, но также их позиций. Вот, исходя из таких соображений, устанавливаются данные параметры. Если же вы не хотите заморачиваться, то лучше, конечно, выбрать уже из установленных известных алгоритмов, которые наиболее лучше подойдут для вашего материала. Я надеюсь, я облегчил вам работу с барабанными аудиосемплами. Стоит немного посидеть с этим, чтобы в последствии этот инструмент, работа с этим инструментом давалась вам с легкостью. На этом все. Желаю отличной вам музыки. И до связи. Пока.